Ну что, поехали. Еще одна серия отжигания 15-го аркана. Сейчас это будет связано с эмоциональным телом и с очисткой сердца. Ни одна из зависимостей не может существовать, если у человека распахнутое сердце, если он излучает свою сердцевину. Если он стоит в своем храме сердца, и он вечность, он поток, он сила, он осознанная реальность. Это все, что дает открытое сердце. Именно какие-то деформации, закрытые эти каналы, дают все остальные зависимости, созависимости. И не дают конструктивной части 15-го аркана, то есть мощной земной силе, мощной кундалини, идти вверх и раскрывать самый наивысший творческий потенциал человека. Вот это все есть в нашем открытом сердце. И вот эта вот свеча, она с тремя фитилями. Она про это. Здесь тоже во второй свече тело. Вторая свеча, это скрутка из трех свечей внутри тела. Вторая свеча разум или интеллект, или сознание. Третья свеча эмоции, эмоциональное тело, внутренний ребенок или чувство. Потом еще один слой, это то, что мы называем эмоциональной нашей частью душой, вечной. И более янский поток этой же энергии, нас, вечности, нас, потока, нас, бытия. Это дух. Вот еще две оболочки. И потом все это в тысячелистниках. В основном в чертополохе. И обернутая чертополохом, солью и так далее. И три, боже, как его, синеголовик или мордовник, или чертогон его называют. Тоже высветляющая энергия. Вот зацеплена травка. Здесь семена чертополоха. Внутри соль полынная, соль лавандовая, чертополох, колючки и так далее. И красный слой один с лавандой. Вот тоже пучок будет для окуривания лаванды. Это очистка ментала в том числе. Потому что три меча, тройка мечей, это как раз больно, которая проходит через осознание. Мы осознаем, насколько нам больно. И от этого еще больнее. Здесь очистка места рождения, места взросления, детства. И всех привязанных родовых, может быть, наведенных программ. И то, что зацеплено потом, за это в последующем всевозможные воздействия. На эти крюки нацеплены. Здесь очистка самих воздействий. И две рунические формулы Сэма. Там чистка от профессиональной, того, что называют магией, профессиональных захватов, погосных и всяких таких разных порч захватов и так далее. Поехали. Абсолютами розы, гиацинта и петит грейна намазана. Ладан и Мира. Все свечи политы добренько, вот так политы этим всем. Будет гореть пучок лаванды, выставленные кристаллы. И вот, видимо, свеча буду ею зажигать. Тут еще есть всякое разное, но это я позже опишу. Так как ветер круговой, я так подозреваю, мне будет не так легко это разжечь. Наверное, я сейчас выключу. А тут у меня еще два девясила и бессмертник, и полынька. Сейчас посмотрим, если не разожжется огонь. Ведьмина свеча хороша тем, что она потом держит... Фитилечки тут короткие, она потом травы сами горят с воском. Обычно она хороша для разжигания. Вот так вчера выгорело все здесь, как выяснилось. Так, поехали. Посмотрим, как это сейчас будет все. Так как продолжение вчерашнего отжига сегодня 1 августа. Вчера результаты... Годовая чистка была врат льва. Запускалась это на праздник. Середина между сенсостоянием и равноденствием. Праздник урожая и начало нового космического года. Оно будет планетарного. Это состояние будет еще до числа 11 августа. Этот портал держится. И я анонсировала, что будет примерно 15 свечей чистки. Негативных аспектов 15 аркана. И вот они сами. Я-то планировала их позже, но они вот так проявляются в моих состояниях. Допустим, ночью что-то приснилось. Или с утра идет в потоке. Ты садишься и делаешь. А сегодня вообще развернулась целая история с новыми методами, как это вычищать, отжигать. И результатом этой всей истории стали вот эти вот свечи. Там один к одному все сошлось с пазлами. Пару недель пазлы собирались. А потом раз и за секунду стало ясно, что делать дальше. Ах, горячо. Сейчас мы основную свечку сошим. А мы всегда так в потоке. Все проявляется в нужное время, в нужном месте. Все пазлы сходятся. Когда вот этот врата открыты. Ах, горячо. Ну и что это было? Зачем меня так обжигать? Когда... Потому что я левой рукой начала работать так же, как и правой. Левой не очень удобно. А я там уже и не заметила, что я ее орудую. Когда приходит нужное время, нужное место, вот это все пазлы собираются воедино. Тут мощный сейчас ветер. Ну, если не получится, буду дальше отжигать. Сейчас начну. Если будет сильно сопротивляться пространство, значит, завтра буду это делать. Главное начать. Говорят, сложнее всего сделать первый шаг. И когда пошел по дороге, то дорога идет по тебе. Ну, вот тут та же самая история. Уже в момент скручивания этих свечей работа была проделана. И результат я уже видела. Ну, то есть я когда делаю свечи, я уже вижу, какой будет результат. Не хочет тухнуть. Но у меня с собой еще свечи есть. Наверное, пусть это горит. Маяком таким. Вот так вот плачет наше сердце очень часто. И отжиг я делаю не в обычное для себя время. Вот как пришло, так я с Катюней договорилась, что она подождет. И начала делать. Уже темнеет. Вот это мне надо для очистки поля. Также можно и белый шалфей сжечь. Но мы его экономим с легонца. Я его в свечи по чуть-чуть. Полосанта с собой не взяла. Но вот из моей практики личной работа, проведенная с вот таким окуриванием, в разы эффективнее. Вот в который раз. Вроде бы шаманское. Вроде бы там... Ну да, я физически уже понимаю, что это связано еще с работой в поле. О, как запела. Ну, я понимаю, на основе чего идет такой эффект. Но честно, сама в шоке. В разы ускоряется работа. Даже сдвигается то, что там полгода стояло на месте. Если хорошенько прочистить себя лавандовыми пучками. Ну, лавандовым дымом. Вот на мне это проверено однозначно. На мне, в моих ситуациях, в моей работе. Я смотрю, вон, и свечи быстрее запели. Потекли полностью. Ускоряется работа. Это просто... Лаванда работает именно с захватами астрального тела. Ментал прочищает, эмоциональное тело и... Установки всевозможное, все, что связано с этим. Там вот гипноза, НЛП. Я вот говорю, и вся в дыму. Интересно, если кто-то наблюдает со стороны, это должно быть очень забавно. Потому что я сейчас себя не жалею. И я вся в синем тумане. Полезно. Кстати, дышать начинаешь. Диафрагма работает. Несмотря на то, что дым. Вот насколько мне хватает. Я сзади себя окуриваю. Спереди по полю иду. Это шикарное состояние. Пахнешь, конечно, копченкой потом. И тем не менее, это просто шикарно. Прям как будто после бани. Дышишь весь. Поры дышат, все дышит. И пламя себе сейчас по-другому ведет. Каждый раз собиралась на отжиг 15-го взять... Уже навязала себе новых пучков в этого года. Те уже сотеньку я вот так вот... Отработала. И тем не менее, забывала. А сегодня вот они первые пошли. Что с них мы и начнем. Потому что это установки. Потому что это сердце. Потому что пора почистить поле. В первый день нового года. Планетарного. В эти дни, там все 11 дней, очень много практик будет делаться. Очень многими людьми по миру. Даже групповая работа очень мощная будет. Я молчу про личную. Не знаю, в кадре не так это выглядит монументально, как глазами видишь. Вот то, что сейчас происходит. Свечи горят шикардосно. Такой эффект силы мощи идет. Ну, прям ты понимаешь, что ты имеешь дело с 15-м арканом на данный момент. Такая магнитная сила идет. И прямо слово магия в голове. Ну, тут вот отжиг этих всех веселых программок. Подавление, свобода выбора. Здесь прям, я когда шла, я присутствие рода звала. Помощников звала. Гекату. Рунический круг. И формулы Сэма это потоки драконов. Я сюда позвала все для работы. И забыла. Сейчас ключом гекаты поработаю, будет еще ярче. Да, чуть изменилась энергия. А что творится? Ну, я всю душу вложила вот в эту свечу. Чернота сердца вычищается. Грязь в доме, где детство прошло. И все эти детские травмы, сценарии. Все ужастики, которые в детстве происходили. Боли, слезы. Вот, лаванда заработала в сердечной. Отжиг закрытого сердца негативной программы негативного аспекта дьявола. 15-го аркана здесь, кстати, между прочим, будут стрелять, потому что солью там не умерена. Заставь дурака Богу молиться. Он его прошибет, это про меня. Я постаралась там жменьем и соль. А что, чистка так чистка? Вот сюда можно все травмы детства, все закрытое сердце, все боли, все крики туда, высшим силам, в небо, куда угодно. Здесь триединство. Вычищается тело, дух и разум. От всего, начиная с внутриутробного. Вон, сколько там черноты набралось, слез сколько, грязи. Она уже, получается, самовоспроизводящаяся. Помимо того, что программами докидывается, она еще сама себя воспроизводит. Такой вот трышачок человек проживает. Свободу попугаям и свободу людям. Ух ты, этот начал именно окуриванием идти чертогон. В практике, ну, в практике утверждают, что по энергии он немножко не такой, как чертополох. Что чертогон, вот этот тенеголовик и его разновидность мордовника, они побольше света, побольше вот этого слепящего света дают даже, чем чертополох. А здесь офигительная куча одного и другого. Просто ослепляющая. И еще рунические формулы света. Просто во время работы ставила. Не на свече, а во время работы. И вот так вот оно окуривается. Значит, поле еще будет чиститься. Тихо, не стреляй от меня.